ОМТВЮЭЙ ПРО ГОЛОВНЕ Варшава, как утверждает замминистра иностранных дел Анджей Шейна, открыта для помощи Германии в защите Польши от русских. В интернете бурно обсуждают участие экипажа, сбитого над Азовским морем самолёта в параде над Красной площадью 9 мая 2020 года, приуроченному к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны. Участие в воздушном параде — это великая честь и апогей лётного мастерства. В самолётном строю над Красной площадью корабль радиолокационного дозора и наведение А-50У летел первым под управлением пилотов Ивановского 610-го центра боевого применения. АВАКС взлетел с аэродрома Северный, непрерывно производя коррекцию времени выхода на цель. Опубликован список военных лётчиков, которые находились на борту российского самолёта, стоимость которого почти полмиллиарда долларов. В этом перечне оказались командир самолёта Вячеслав Левченко и ещё пять членов экипажа. Уточняется, что это ещё не полные данные, поскольку в момент попадания украинской ракеты там могли находиться около 12 оккупантов. Самый дорогостоящий самолёт армии РФ был сбит зенитно-ракетным комплексом «Патриот». Версия об ошибке российской системы противовоздушной обороны является уткой. Направлена эта дезинформация в первую очередь на российских лётчиков. Преследуется цель убедить пилотов в том, что обстрел украинских городов по-прежнему является безопасным, а то, что произошло, всего лишь ошибка оператора. Пропавшими без вести вследствие сбития А-50 считаются командир корабля подполковник Левченко, штурман майор Квасов, майор Шадров, капитан Кутузов, капитан Балясников, старший лейтенант Измайлов. Информация о пребывании на борту самолёта генерал-лейтенанта Пчелы уточняется. Члены экипажа – мастера своего дела. Каждый работал предельно слаженно. На Красную площадь вышли точно по нулям, то есть секунда в секунду. За это наших асов с земли лично похвалил руководитель полётов. По завершению манёвра самолёт отправился обратно. Всего час полёта, и наш авакс возвращается после успешного выполнения этого почётного задания. В данный момент экипаж садится, он к цивилирной точности приземлится в указанную точку на взлётно-посадочную полосу. Командир Вячеслав Левченко, который в этом году участвовал в параде уже дважды, 9 мая и 24 июня, признался, что полёт над Красной площадью – это огромная ответственность. Поэтому управляют А-50-м сразу два командира кораблей. Весь экипаж у нас работал слаженно. Спасибо ему. Машина показала себя просто отлично. Никаких отказов, никаких непредвиденных ситуаций у нас не случилось. Самолёт А-50У востребован в вооружённых силах. Он постоянно участвует в совместных заданиях со всеми видами и родами войск. И уже завтра лётчики вновь поднимутся в небо. Кремль рассматривает возможность напасть на страны НАТО. Об этом, в частности, говорят в Нидерландах. Премьер-министр этой страны сказал, что нужно быть готовым. Об этом говорят высокопоставленные чиновники. В Швеции об этом говорит профессор Соловей. В России, кстати, тоже, что страны Балтии должны очень внимательно следить за ситуацией. Как вы думаете, насколько это реальный, реалистичный сценарий? И рассматривает ли Путин и его окружение возможность войны с НАТО большой? Ну, чёрт его знает. Рассматривает ли Путин? Тут информации меньше всего, кроме предположений. Но дело не только в том, что это в Европе чаще рассматривается. Мне кажется, гораздо существеннее, возможно, вы это обсуждали, что произошли серьёзные изменения в ходе президентской кампании в США. И пошла информация о том, что республиканцы теперь больше ставят на Никки Хейли, чем на Трампа. И для этого есть социологические основания. Она существенно решительнее. Ну, в вопросах, когда задаётся такой традиционный вопрос, если в финал вышли, допустим, Никки Хейли и Байден, или Трамп и Байден, то, как вы видите, шансы. И там, конечно, Никки Хейли бьёт, ну, рвёт Трампа, как Кузик Грелку. А Никки Хейли, она открытым текстом говорит в дебатах о том, что, ну, ребята, мы сейчас тратим 3% нашего военного бюджета на помощь Украине. А если мы не усилим помощи, если Украина не победит, то нам придётся весь военный бюджет тратить на реализацию своих обязательств, как членов НАТО, потому что... А дальше идёт вся эта риторика, о которой вы говорили. Поэтому, как бы, то, что активно обсуждается в вашем перечислении, вернее, участников этого перечисления, это поддержка в каком-то смысле аргументации Никки Хейли. Вот. И вот это интересно, потому что, как бы, получается, что 24-й год в Соединённых Штатах пройдёт, ну, если, конечно, демократы не снимут с пробега Байдена и заменят его, допустим, другой Обамой, да? Вот. И есть и такие, да, идеи. То это пройдёт в любом случае, даже и в этой замене. Это пройдёт в ходе конкуренции за помощь, усиление помощи Украины со стороны Соединённых Штатов. Если к этому добавить упорных великобританцев, то это, получается, мощный тандем, который будет тянуть всю эту самую группу поддержки Украины. И вот это действительно существенно. Но у Путина всё-таки, на ваш взгляд, есть потенциал для того, чтобы воевать и выходить за рамки, скажем, этой войны и переводить её уже в такую плоскость войны с НАТО, большого противостояния с НАТО, военного в том числе? Да, я понимаю. Но для того, чтобы обсуждать это всё в такой постановке вопроса, нужно быть уверенным, что, так сказать, именно Путин будет принимать окончательное А и реализуемое Б решение. А это крайне сомнительно. Я не уверен, что всё так просто на этой самой верхушке пирамиды, и что там идут какие-то не совсем понятные процессы, которые частично отражаются, в том числе и в неких СВРовских измышлениях и прочее-прочее. Но надо помнить, что для того, чтобы реализовать ядерную угрозу, нужно, насколько я знаю, нажатие пяти различных кнопок последовательности. А это довольно мало вероятно. Президент Латвии раскрыл причину вступления в НАТО. Далее прямая цитата. Мы с первых дней, недель, с первых месяцев после обретения независимости поняли, что рано или поздно Россия эту независимость заберёт.